Долгая история, в которой уже есть решения и четкие сроки, но конкретных действий пока мало. В поселке Кенельский начали устранять дефекты новых, но уже непригодных для жизни домов. Напомню, в начале этого года 16 семей переселили из ветхого и аварийного жилья. Но условия проживания оказались куда хуже, чем были. Новый год все должны встретить в тепле и комфорте. Впереди еженедельный контроль областного Минстроя. Виталий Портнов продолжает следить за ситуацией. История с новым и уже аварийным жильем в поселке Кенельский, которая прогремела на всю страну, казалось бы, нашла свое логическое завершение после массы федеральных проверок. Последняя была 17 декабря. Тогда было выявлено ряд нарушений, устранять которые принялись только сейчас. И то лишь в одной квартире, напомню, в эти дома из ветхих и аварийных переселили 16 семей по соответствующей программе. Но жизнь здесь оказалась невозможна, особенно с наступлением холодов. Сейчас все нарушения пытаются устранить. Четыре секции в ванную комнату, в кладовку, а в комнатах как-то комнату утеплять. Но нам пока не сказали там стоять, пока здесь. Вот так решили утеплить. Добавить радиаторов их должно быть вдвое больше, а в комнатах по-прежнему гуляет ветер. Сделали только в ванной плесень убрали, в кладовке плесень убрали, обои поклеили и утеплили потолки. Остальные на очереди, правда, сроки максимально сжатые до нового года. Они уже четко прописаны и за это время должны утеплить еще 15 квартир. Впереди еще одна проверка. Толщина этих стен в пол кирпича. Дальше воздух и гипсокартон. Согреть такую конструкцию газовым котлом, который работает на всю мощь, нереально. От коса, который в окнах, мы все это вскрывали, там пустота, мы это все пропенивали. Также и вот потолок. Если залезть на крышу, особенно когда темное время суток, в доме уже освещение включено, то прямо вот видно даже все вот эти сквозные отверстия. Все тепло выходит в окна и в потолок. Хозяйки этой квартиры остаются только ждать и надеяться, что до нее очередь тоже дойдет. До наступления сильных морозов и окончания сроков устранения дефектов. Глава поселка оправдался. Строй материал и купить сложный курс валюты виноват, но все же дал обещание. Компании, торгующие этим оборудованием, придерживают товар. Вот только из-за этого. А так, ну, мы, я думаю, эту проблему решим. Найдем, где взять эти материалы. Мы должны утеплить чердачные перекрытия и, значит, добавить, где-то добавить секции батареи, где-то просто поставить батареи, где их вообще просто не было. График мероприятия у нас есть. Он намечен, он подписан и главой Кенельского района, и вице-губернатором Самарской области. Мы настроены, что этот график будет выполнен однозначно. И со стороны жителей, и со стороны министерства будет контроль по выполнению этого графика стопроцентный. Часть работы по крыльцу от мостка, а также по благоустройству оставили на весну следующего года. А пока все так же по бездорожью и в борьбе за тепло. Виталий Партов, Александр Дутко. Новости губерний. Кенельский район.